Первых пассажиров необычного ретро-поезда встречают хлебом с солью. Неспешное путешествие из российской столицы во Владимир под стук колеса гудки паровоза. Это новый совместный проект РЖД и областного комитета по туризму. Путешественники в восторге. Говорят, 4 часа в пути пролетели как одно мгновение. Получился настоящий исторический экскурс за чашкой чая с рассказами об истории губерний, её знаменитых жителях и достопримечательностях. Теперь, говорят туристы, на памятники Суздаля и Владимира будем смотреть осведомлённым взглядом. Паровоз создаёт такую ауру, какое-то счастье. Это совершенно непередаваемое чувство, когда ты едешь не на электричке, не на каком-то эспрессе, а именно впереди такой красавец паровоз, который как гуднёт, все оглядываются, все фотографируют, чувствуешь себя просто кинозвездой. Помощник машиниста Леонид Макаров говорит, несмотря на возраст, паровоз справился с задачей на отлично. Чтобы доехать из Москвы до Владимира, потребовалось 5 тонн угля и хорошее настроение. Я полон радости, потому что это очень хорошо. Я на паровозе, который полностью исправен и подчиняется всем твоим повелениям. Абсолютно чувствительная, очень отзывчивая, хорошему отношению машина, правильному управлению. Надо понять её душу, и после этого паровоз отзовётся добром. Пока к ретропоезду присоединён всего один вагон, организаторы рассчитывают, что уже с начала 2016 года составы побольше будут каждые выходные ездить сразу в несколько городов области. Туристам предлагают поездки во Владимир, Александров и Петушки. По замыслу авторов, идеи такие туры должны стать интересной альтернативой коротким путешествиям в Европу и расширить туристический поток в 33 регион. Те люди, которые хотели получать сервис в Европе, те, кто привыкли, они хотят сейчас получать какие-то необычные маршруты. Вот, пожалуйста, ретропоезд. Удивительный проект, который сейчас набирает очень большие обороты. У нас действительно сейчас пошёл очень хороший резонанс по Москве. Ну, какой-то новый, наверное, пласт туристов, интересующийся историей, которые хотят побольше узнать как о России, о Владимирской области, так и немножечко погрузиться уже в пути, в такой вот уже колорит, раздумывая о жизни, о смысле жизни, о смысле бытия, подготовившись к восприятию тех исторических святынь, тех исторических памятников, которые есть на Владимирской земле. Такие ретропроекты уже работают в Петербурге, Ростове и Иркутске. Правда, пока вагон в ретропаровозе ничем не отличается от обычного. Но в РЖД обещали, что в ближайшее время в нём появится соответствующий интерьер. Оксана Любимова, Максим Самсонов, Шестой канал.